Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Керимов Александр Джангирович, и я начинаю курс лекции по конституционному праву России. Естественным образом, что первый вопрос, который в этой связи возникает, состоит в следующем. Что мы понимаем под конституционным правом? Что такое конституционное право? Каков его предмет? Какова роль конституционного права в жизни общества и государства? Вопрос этот чрезвычайно важный и достаточно сложный, но прежде чем ответить на него, мне бы хотелось сконцентрировать ваше внимание на более общем вопросе. А что есть право вообще? Что мы понимаем под правом, с которым сталкиваемся каждый день, но не всегда можем четко дать определение этого интереснейшего феномена? Существует, пожалуй, сотни, а может быть даже тысячи дефиниций права. И должен заметить, что ни одно из них не является общепризнанным. В этой связи я попытаюсь описать, что я лично и многие мои коллеги понимают под правом. Я бы сразу вас хотел бы сориентировать в этом смысле на одну очень интересную книгу, которая была совсем недавно издана, то есть в 1999 году, издательством Прометеи Московским. И она была написана нашим видным теоретиком права Геннадием Васильевичем Мальцевым, член Корма Российской Академии Наук, заведующим кафедрой государственного строительства и права Российской Академии Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Эта книга так и называется «Понимание права, подходы и проблемы». То понимание, которое дает в этой книге понимание права Мальцев, в принципе, становится сейчас в нашей отечественной юридической литературе общепризнанным. И я попытаюсь его в концентрированном виде изложить. Право выступает в качестве нормативно-регулятивной системы и представляет собой совокупность норм, отношений и идей, которые устанавливают поддерживаемые средствами власти порядок организации, контроля и защиты человеческого поведения. Вот такое определение права, которое дает нам его понимание в широком смысле. Дело в том, что существует два понимания права в узком и в широком смысле. В узком смысле право отождествляется с той совокупностью норм, законодательных норм, которые действуют в данном государстве. Но, по-видимому, все-таки такое понимание права уже устарело. Из того определения, которое я вам привел, явствует, что право представляет собой некий социокультурный феномен, который структурируется на трех уровнях. Или, можно сказать, что правовая система основывается, образно говоря, базируется на трех китах. Это правовая норма, правовое отношение и правовая идея. В принципе, здесь с нормой все достаточно ясно. Все законы, как вы знаете, состоят из статей, из неких правовых положений, установлений, то есть из юридических правовых норм. И эти нормы регулируют человеческое поведение. Взаимоотношения между людьми, между организациями, между человеком и государством, между супругами в браке, между начальниками и подчиненными, даже между государствами, если речь идет о международном праве. Но на базе этих норм возникают определенные общественные отношения, очень многообразные. Это огромный пласт человеческих отношений, который регулируется именно правовыми нормами. И вот эти правоотношения, это тоже одна из мощнейших, важнейших составляющих права, как некого социокультурного феномена. Наконец, третья составляющая, о которой я говорил, это идеи, правовые идеи, воззрения, взгляды, концепции, теории. Мы все прекрасно понимаем, что правоприменительная практика, решение судей, да и в конце концов сама система законодательства, сами законы, которые принимает парламент, в значительной степени зависят от того, какие именно идеи, воззрения, концепции, правовые, естественно, политика правовые, господствуют в данном обществе. Поэтому правоприменитель, судья, законодатель существенным образом в своей деятельности ориентирован на свое внутреннее понимание права, на то, что он думает о том, каким должно быть законодательное здание в обществе, каким должно быть это законодательство. Поэтому право и идеи, концепции, теории – это третья мощнейшая составляющая права. Таким образом, мы с вами выяснили, что есть право. Право в широком, как я уже сказал, социокультурном смысле этого слова. Исходя из этого, попытаемся формулировать ответ на вопрос, что же есть конституционное право. Представляется, что конституционное право – это совокупность правовых норм, правовых отношений и правовых идей, охраняющих основные права и свободы человека и определяющих его обязанности, а также учреждающих определенную систему государственной власти. Из приведенного мною определения явствует, что предмет конституционного права в любой стране и, естественно, нашей, охватывает две основных сферы общественных отношений. Это, во-первых, устройство государства и государственной власти, то есть власти и отношения. Именно этим занимается конституционное право. И, во-вторых, это охрана прав и свобод человека, то есть отношения между человеком и государством. Во-первых, конституционное право таким образом регулирует порядок формирования, организации и функционирования органов государственной власти, всех ветвей власти, скажем так, и исполнительной власти, и законодательной, и судебной. Иначе говоря, конституционное право в этой части как бы определяет правила политической игры, поскольку оно регулирует взаимоотношения между различными субъектами политического процесса. Кстати говоря, не только государственными органами, но и общественно-политическими организациями, движениями и так далее. Я сказал, как вы заметили, о трех ветвях власти. Здесь нужно внести некоторые уточнения. В отечественной юридической науке нет единства по вопросу о том, сколько, вообще говоря, ветвей власти или властей следует выделять. Некоторые ученые придерживаются традиционной точки зрения, например, четвернин, говорит о том, что следует выделять только три ветви власти, исполнительную, законодательную, судебную и все. Другие же считают, что сейчас уже возникли другие ветви власти и обосновывают эту позицию следующим образом. Они задают вопрос, в принципе, вполне обоснованный, а куда, собственно, отнести целый ряд органов, которые как бы не вписываются в эту тряду? Ну, например, уполномоченный по правам человека или Центральная избирательная комиссия, ведь это не исполнительная, не судебная и не законодательная власть, или счетная палата Российской Федерации, в конце концов, даже прокуратура. В общем, некоторые ученые выделяют и другие ветви власти. Например, Чиркин полагает, что существует некая контрольная власть или контрольная ветвь власти, которая объединяет себе те государственные органы, те государственные структуры, институты, основной функцией которых является контрольная функция. И он относит к ней, скажем, счетную палату, прокуратуру, можно отнести сюда даже Конституционный суд, потому что весь Конституционный суд на самом деле следит за соответствием нормативно-правых актов основному закону государства Конституции и не является как бы судебным органом в общепринятом понимании этого слова. Но вернемся, однако, к предмету Конституционного права. Итак, первый крупный, огромный блок вопросов, который регулирует Конституционное право, это, как я уже сказал, порядок формирования, организации и взаимодействия между собой и с обществом государственных органов. В некоторых странах, надо сказать, что Конституционное право занимается только высшими государственными органами, ну, например, во Франции. Что касается местного, кстати, самоуправления, это все находится в виде неадминистративного права. Но это далеко не во всех странах. Второй крупный блок вопросов, это, как уже было сказано, отношения между человеком и государством. Естественно, можно возразить, что отношения между человеком и государством в той или иной степени регулируются и другими, всеми другими отраслями права. Ну, скажем, когда вы сталкиваетесь с ГАИ, нынешним ГИБДД, это административное право, как правило, трудовое право, когда вы нанимаетесь на работу в государственные учреждения, уголовное право, если, не дай бог, вы совершаете противоправные действия, преступления и так далее и тому подобное. Но отличие конституционного права от всех перечисленных мной и других отраслей состоит в том, что конституционное право содержит в себе нормы основополагающего порядка. из этих основополагающих норм складывается правовой статус человека, его основные права и свободы. То есть конституционное право регулирует, охраняет наиболее важные права и свободы человека и гражданина. Как вы видите, исходя из сказанного, очевидно, что роль конституционного права в жизни государства, в жизни общества чрезвычайно велика. Прежде всего, следует отметить, что, по сути дела, конституционное право призвано обеспечивать баланс свободы и власти. Это очень трудная и, я бы сказал, благородная задача. Потому что мы прекрасно понимаем, что, оказавшись в непрочной государственности, свобода с течением времени может достаточно легко превратиться в анархию и, в конце концов, в худший вид тирании, в ахлократию, то есть во власть толпы. Отказ же от свободы также немыслим, поскольку он с течением времени, опять же, ведет к авторитаризму, а затем к тоталитарному обществу, к тоталитарному государству. Поэтому конституционное право призвано как бы найти некую золотую середину между свободой и властью. С одной стороны, власть должна быть действенной, эффективной, с другой стороны, она не должна ущемлять основные права и свободы граждан, хотя и вместе с тем не допускать произвола. Найти такую золотую середину очень сложно, очень сложно. И именно эту, как я уже сказал, благородную цель преследует конституционное право. Далее. Поскольку конституционное право регулирует столь важную и нужную сферу общественной жизни, оно неизбежно приобретает ведущий характер в системе права. По сути дела, с конституционного права начинается формирование всей национальной системы права. Всех его отраслей и в этом, можно сказать, системообразующая роль конституционного права. Мне представляется, что это основная отрасль права. Но в каком смысле начинается? Начинается не исторически. Мы понимаем, что исторически многие собственно говоря отрасли права возникли раньше, чем конституционное право. Однако многие отрасли права возникли раньше, конституционное право. Однако логически в современном обществе именно с конституционного права начинается формирование всей системы национального права, поскольку ни одна отрасль национального права не может развиваться без соответствия конституционным принципам и нормам, если она не находит опоры в этих конституционных принципах и в этих конституционных нормах. кстати говоря, здесь я должен отметить, что огромная роль в этом формировании законодательной системы принадлежит конституционному суду и в частности конституционному суду Российской Федерации. потому что именно этот орган призван следить, как я уже говорил, за тем, чтобы нормы, правовые нормы соответствовали конституции. И он как бы является, если можно так выразиться своеобразным надсмотрщиком за всей системой права, чтобы все абсолютно нормы законодательства любых отраслей соответствовали основному закону страны, а это чрезвычайно. В конце концов, завершая говорить о роли конституционного права, хотя в принципе о роли конституционного права в жизни общества можно говорить достаточно долго, я бы хотел отметить еще пожалуй, наиболее существенный момент. Дело в том, что конституционное право представляет собой юридическую основу демократии. Конституционное право осуществляет ее закрепление и определяет ее меру в любом обществе и в любом государстве. Конституционное право юридически оформляет демократию. И здесь мне бы хотелось перейти к очень важной части моего повествования и остановиться достаточно подробно на вопросе о том, что есть демократия, хороша ли она, нужна ли она, есть ли у нее пороки, которые имманентно ей присущи, или это панацея от всех бед и демократия при всех вариантах необходима. Если я попробую, попытаюсь сформулировать в одной фразе, так сказать, резюмировать смысл моего дальнейшего повествования в одном предложении, то я мог бы сказать, что демократия, понимаемая как определенный способ формирования организации и функционирования государственной власти, должна быть с моей точки зрения несколько ограничена. Я полагаю, что это не очень привычно вам слышать, особенно в последние годы, когда по сути дела сложилась ситуация в нашей стране, да и не только в нашей стране, а пожалуй и во многих других передовых странах, ситуация, демократов, защищать демократии. Я позволю себе в некотором смысле естественно усомниться в этом. Мне кажется, и поверьте, не только мне, такой точки зрения придерживаюсь, далеко не я один, что изъяны и пороки, которые имманентно априори, как сказать, присущи демократии, и которые все явственнее обнаруживают себя в современных обществах, могут и безусловно должны быть нивелированы путем достаточно решительного внедрения в политические системы развитых стран, не только нашей страны, в том числе и нашей, конечно, некоторых элементов, свойственных условно говоря аристократической форме власти. Здесь необходимо сразу же оговориться. Под аристократической формой власти я, естественно, не понимаю власть высшего сословия, являющегося таковым по рождению, как это было в период Римской империи или в период Средневековья, а, естественно, я понимаю под аристократией как формой правления, правления лучших, то есть наиболее достойных людей и наций, завоевавших право так именоваться благодаря своим личным достоинствам и достижениям. Высказанная мною позиция с неизбежностью ставят как минимум два вопроса. В чем собственно первый вопрос, в чем собственно состоят недостатки демократии, изъяны демократии? И второй, не менее, а может быть даже более важный вопрос заключается в следующем. А что нужно сделать, чтобы преодолеть эти недостатки? Какие конкретно практические шаги предпринять? Так, попытаюсь достаточно подробно ответить на оба этих вопроса так, как они мне представляются. Дело в том, что демократия вопреки обыденному представлению вовсе не есть власть народа или власть большинства народа. Понимаемая и воспринимаемая некоторыми таким образом она к их величайшему сожалению оказывается ничем иным, как фетишем. В лучшем случае неким недостижимым идеалом, к которому, тем не менее, следует стремиться. На самом же деле демократия это определенная технология обретения и осуществления государственной власти меньшинством, но с помощью большинства и с опорой на большинство. на протяжении тысячелетий и в особенности в периоды новой и новейшей истории демократия отнюдь не менее успешна, монархия или аристократия, а порою и гораздо изощреннее и надежнее, обеспечивала постоянное воспроизводство если угодно величайшей несправедливости, социальной несправедливости, то есть правления меньшинства. Во всех без исключения, в том числе и самых демократических странах, власть принадлежит именно меньшинству. По справедливому замечанию видного, известнейшего немецкого ученого, социолога Вебера крупные решения в политике и причем как раз в демократии принимаются одиночками. Американский исследователь Ласвелл подчеркивает, цитирую, разделение общества на элиту и массы универсально и даже при демократии немногие пользуются относительно большей долей власти, а большинство сравнительно малой. Итальянский политолог мозга придерживается по сути дела аналогичной точки зрения. Он в частности пишет, во всех обществах от крайне неразвитых и широко освоивших лизерзачаточные формы цивилизации и до самых передовых и могущественных прослеживаются два класса людей, класс, который управляет и класс, которым управляют. Первый класс всегда малочисленный, исполняет политические функции, монополизирует власть и пользуется теми преимуществами, которые она дает. Тогда как второй многочисленный класс направляется и контролируется первым таким способом, который иногда более или менее узаконен, по сути дела это при демократических режимах, а иногда более или менее произволен и насильственен при режимах тоталитарных, ирониях и так далее. Аналогичных высказываний авторитетных ученых, государственных деятелей можно привести множество. И все они констатируют один бесспорный факт. Миром правит меньшинство. И это касается всех, без исключения сфер общественной жизни, даже тех, где есть иллюзия властвования большинства. Таково с моей точки зрения, не только с моей, как вы видите, положение вещей. И следует признать, что оно не есть результат некого злого умысла, заговора, чьей-то субъективной воли. Напротив, оно объективно обусловлено. Правление меньшинства, осуществляемое в тех или иных формах, в интересах большинства или вопреки интересам большинства, имманентно присуще по сути дела всем государственно организованным социумам. Да и вообще всем социальным организациям и, как мне кажется, представляет собой один из основополагающих законов их функционирования. Однако драматизм заключается вовсе не в этом. В сущности Бог с ним с правлением меньшинства. С этим можно было бы еще смириться. Драматизм ситуации заключается в другом. И в этом, пожалуй, состоит первый основной изъян демократии, наиболее главный и существенный, который нужно во что бы то ни стало преодолеть. Дело в том, что демократия отнюдь не гарантирует того, что борозды правления непременно попадут в руки наиболее достойных представителей нации. Мы в этом все можем легко убедиться по современному периоду истории нашего Отечества. И не только по современному. В этой связи мне бы хотелось перевести несколько суждений французского историка, литератора, политического, государственного деятеля Алексиса Детаквиля. Вы знаете, он, это был французский аристократ, который в 18 веке поехал в Соединенные Штаты и в Америку, и исследовав американское государственное устройство, образ жизни, вообще американское общество, он написал прекрасное произведение демократии в Америке. Вот в этом своем политико-философском трактате он, в частности, отмечает, что демократии всегда не хватает способности выбрать достойных людей. Ей не хватает желания и склонности к этому. природа демократии, продолжает далее он, такова, что она заставляет народные массы не подпускать выдающихся людей к власти, а эти последние, движимые им не менее сильным природным чувством, бегут от политической карьеры, где трудно оставаться самим собой и идти по жизни не оскверняясь. для меня совершенно ясно заключает Алексис Де Токвиль, что те, кто рассматривает всеобщее избирательное право как гарантию хорошего выбора, сильно заблуждаются. У всеобщего избирательного права есть другие преимущества, но только не это. Таково мнение Алексиса Де Токвиля и не только его, а в значительной степени позволю себе заметить мою. Действительно, окидывая мысленным взором историю человечества, осмелится ли кто-либо утверждать, что республики всегда процветают и благоденствуют, ибо их граждане обладают значительной степенью свободы и реально участвуют в управлении государственными делами. В то время как монархии или аристократические режимы загнивают, а их подданные в существенной мере ущемлены в правах, лишены каких бы то ни было возможностей политического самовыражения и самоутверждения. Или же кто-либо не прегрешив против истины сможет заявить, что избираемые народом лидеры президенты, парламентарии, во всех случаях оказываются гораздо более умными, мудрыми и порядочными руководителями, нежели короли, бароны, князья и прочие, власть с которым переходит по наследству. По-видимому, никто не осмелится сделать подобных утверждений. Здесь, однако, я вынужден прервать свои рассуждения одним весьма и весьма существенным замечанием с тем, чтобы не быть превратно понятым. Сказанное мною вовсе не означает, что я являюсь сторонником монархической или аристократической формы правления и ни в коем случае не призываю вас к этому. Ведь дело в том, что эти формы правления, утверждая юридическое неравенство по самой своей сути чужды принципам социальной справедливости. В этой связи мне вспоминаются прекрасные слова одного из руководителей германской социал-демократической партии и второго интернационала Бебеля. Он писал, не может быть оправданно, вернее, заявлял, не может быть оправданно никакое неравенство, кроме того, которое создано природой в виде различия между отдельными людьми. Но и демократия, формально уравнивая граждан с точки зрения возможностей их участия в политическом процессе, вовсе не обеспечивает их реального равенства и, следовательно, также попирает принципы социальной праведливости. Итак, демократия сама по себе вовсе не гарантирует, что во власти оказываются лучшие люди страны, наиболее достойные представители нации. Нередко, как свидетельствует историческая практика, происходит прямо противоположное. В этой связи уместно вспомнить изречение видного американского консервативного по сути дела деятеля, политолога, историка, культуролога, деятеля 20 века Рассела Кирка, с которым я во многом солидарен. Он, в частности, заявлял, я не верю, что глаз народа есть глаз Божий. И я не верю, что какая-либо идеология, даже идеология, обожествляемая под именем демократии способна сделать людей счастливыми. В самом деле, может ли народ, понимаемый в данном случае как большинство населения страны, заблуждаться или заниматься самообманом, быть жестоким и несправедливым, равнодушным или легковерным? Иными словами, присущи ли народу все те пороки, которые присущи отдельному индивиду? По-видимому, да. Хотя бы потому, что народ состоит из индивидов. Да и, кстати, достаточно вспомнить фашистскую Германию. Виновен ли немецкий народ в том, что Германия стала фашистским государством? Проводила бесчеловечную политику, вела захватнические войны? Я думаю, что виной. и этот народ нашел в себе мужество раскаяться и отвергнуть фашизм и осуществить этот акт покаяния и в этом величие немецкого народа. Впрочем, подобных примеров можно привести множество, и все они подтверждают одну печальную истину. население может поддерживать, при том чрезвычайно активно поддерживать даже самых чудовищных и бесчеловечных властителей. Вообще говоря, если пойти дальше и продолжить рассуждения и размышления в заданном направлении, то перед нами возникает целая череда весьма непростых и, по сути, свои однопорядковых вопросов. Какие начало здоровые или нездоровые преобладают в народе? Какие силы, светлые или темные, в первую очередь движут его мыслями, поступками, определяя тем самым его существо? Какие мотивы и установки, нравственные или безнравственные, высокие или низкие, превалируют в сознании народа? Руководят его действия. Чем он главным образом увлечен? Могущенственным стремлением к духовному самоусовершенствованию или же неуемным желанием удовлетворения плотских потребностей? Иначе говоря, выражаясь бытовым языком, чего в нем больше, хорошего или дурного? В какой мере, наконец, он допродетелен, а в какой порочен? Ведь применительно к отдельной личности мы достаточно определенно можем ответить, хорош этот человек или плох. Когда же речь идет о целом народе, сделать это гораздо сложнее. И все же нетрудно заметить, что означенная проблема нашла достаточно определенное теоретическое разрешение. Ведь можно констатировать, что за последние столетия, как в научном, так и в общественном сознании, по преимуществу утвердилась почти полная и безоговорочная вера в народ, в его разум и в его добродетели. Об этом свидетельствует то, что демократическая идеология в современном цивилизованном мире фактически является господствующей, и тот факт, что в трудах крупнейших мыслителей прошлого и наших лет и в конституциях многих стран мира так или иначе закрепляется принцип народного суверенитета. Есть, конечно, и другие факты. Между тем, нельзя не видеть, что отнюдь не все ученые придерживаются подобной точки зрения. Так, Шопенгауэр, я бы сказал, величайший пессимист 19 века, критикуя Жан-Жак Руссо, высказывает явное неверие в добродетель всего человеческого рода. Он пишет, вообще основная черта и первооснова всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода он выставил принцип изначальной доброты последнего и его безграничной способности к совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и ее плодов. На этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм. Мы, конечно же, вовсе не претендуем в рамках данной лекции дать окончательное решение этой сложнейшей философско-правовой проблемы соотношения возвышенных и низменных духовных и бездуховных добродетельных и порочных начал в том или ином народе в человечестве в целом. Но ограничимся лишь констатацией важности постановки этой проблемы, а также бесспорным, на наш взгляд, утверждением на наш, потому что это не только мое мнение, что народ точно так же, как и отдельные личные, вовсе не застрахован от несправедливого решения и от неверного выбора, в том числе и от неверного политического выбора. Народ, как показала практика, нередко обеспечивает приход к власти людей недостойных. А власть же, как известно, развращает не только сильные и высоконравственные натуры. То есть, иначе говоря, развращает и сильные и высоконравственные натуры. А что уж говорить о людях, которые были изначально испорчены. Ведь последние, получив в свои руки бразды правления, со временем превращаются в настоящих монстров. И тем не менее, нередко продолжают пользоваться доверием и поддержкой широких народных масс. должен заметить, что так происходит отнюдь не только потому, что массы эти сколь добродетельны, то ли порочны. И что они порою демонстрируют свои далеко не лучшие качества, а иногда полное равнодушие, беспринципность и закрывают глаза на преступные деяния правящей клики. Есть, собственно говоря, и другая, часто наблюдаемая в истории причина лояльности народа по отношению к своим далеко недостойным властителям. И она достаточно прозаична. Ведь сознанием народа можно очень легко малипулировать. тем более в современную эпоху. Это, как показывает практика, очень успешно делают средства массовой информации. Манипуляции, примеров манипуляций огромное количество. Мы все были свидетелями, когда бывший президент Российской Федерации Ельцин избирался на второй срок, первоначально, даже по самым оптимистичным оценкам, его рейтинг был невероятно низок. И тем не менее, средства массовой информации смогли добиться значительного повышения этого рейтинга. и, в общем, в конце концов, избрание Ельцина на новый рог. Американский ученый Шиллер весьма удачно пишет, заправил средствами массовой информации Америки создают, обрабатывают, ловко оперируют и полностью контролируют распространение информации, которая определяет наше представление, установки, а в конечном счете, и наше поведение. Такая ситуация, как мы видим, характерна для всех развитых стран. Итак, следующий недостаток демократии. Первый, что она не обеспечивает пригод к власти наиболее достойных. Кстати говоря, ведь это довольно странно. Ведь люди, боровшиеся за утверждение идеалов демократии и справедливости, искренне верили в то, что когда они свергнут родовую аристократию и будут из своей собственной среды выбирать людей, которые будут управлять обществом, они искренне верили, что к власти придут действительно самые лучшие, самые мудрые, самые высоконравственные люди. И история последних нескольких столетий полностью опрокинула эти надежды, развеяла их. Следующий недостаток демократии, на который мне бы хотелось обратить внимание, логически вытекает из первого. Полагается, что власть имущей при демократической форме правления и соответствующем политическом режиме должны действовать и действуют в интересах большинства. Однако, на самом деле, происходит так далеко не всегда. и это, в общем, вполне естественно. Особенно, если власть представлена людьми безнравственными, они гораздо охотнее действуют в своих собственных интересах, которые, разумеется, вовсе не обязательно совпадают с интересами общественными. Более того, демократия, которая проявляется в частности в выборности значительной части государственных мужей, что регулируется изучаемым нами предметом, то есть конституционным правом, по сути дела, оказывает на их поведение, на их профессиональную деятельность весьма существенное негативное воздействие. Дело в том, что посредственные политики, коих, разумеется, немало, озабочены прежде всего тем, чтобы сохранить свое положение. А для этого необходимо привлечь на свою сторону достаточное количество избирателей всей страны или всего округа и тем самым одержать победу на общенациональных региональных выборов. В результате такие политики нередко выдвигают идеи и лозунги откровенно демагогического, откровенно популистского характера. В общем, практическая реализация которых не только нецелесообразна, но и попросту вредна. Примеров из нашей политической жизни огромное количество. Популизма в современной России, демагогии, увы, хоть отбавляй. Но это характерно не только для нас. Не только для нас. В общем, вместо того, чтобы думать о благе народа и процветании своего собственного отечества, эти политики стремятся любой ценой завоевать симпатии избирателей. Понравиться им. По сути дела они превращаются в рабов толпы, в заложников ее более чем непостоянных предпочтений и настроений. Такие лица уже не действуют в интересах большинства. Они лишь преследуют цель угодить большинству. А это, понятно, далеко не одно и то же. Однако, если даже предположить, что избранники народа заботятся во всеобщем влаге и искренне стремятся к реализации всеобщей воли, к защите интересов большинства, демократия, так сказать, с чисто технологической точки зрения зачастую этому не способствует. Вот на это внимание обращают многие и многие конституционалисты. Именно на технологию процесса. Что я имею ввиду? Ну вот, например, известный венгерский государствовед Шайо пишет, хочу вам привести его рассуждение. В парламентских представительных системах, действующих на основе принципа мажоритарности, для избрания представителя в парламент необходимо по крайней мере половина голосов избирателей. Затем, для принятия закона достаточно половина, как по бельгийской конституции, или четверть, как в Венгрии, представителей. Может случиться, следовательно, что даже в случае более строгих требований, как в Бельгии, для принятия закона оказывается достаточная воля лиц, представляющих лишь четвертую часть избирателей. В других странах для того, чтобы в соответствии со всеми формальными условиями демократической легитимности был принят закон, как выражение народного суверенитета и всеобщей воли, практически достаточно голосов представителей 5% населения. И автор далее доказывает это на конкретных примерах в своем довольно интересном произведении. то есть иначе говоря складывается ситуация, что при демократии, которая казалось бы должна обеспечить справедливость и должна естественно обеспечить такое положение вещей, когда закон принимается как некое справедливое установление если не всем обществам, то по крайней мере его подавляющим большинством и тем не менее при демократиях при существующих демократических режимах в очень многих странах оказывается что закон может быть принят и стать общеобязательным естественно всего-навсего представителями 5% населения. Другой недостаток демократии непосредственно связан с величайшим заблуждением овладевшим умами значительной части человечества по крайней мере в истекшие несколько столетий. Он как нам представляется достаточно полно этот недостаток может быть выражен вернее это заблуждение это заблуждение но достаточно полно может быть выражено следующей весьма и весьма незамысловатой формулой чем больше демократии тем лучше. Но наиболее последовательные проповедники этого постулата предпринимают весьма и весьма активные попытки провести его в жизнь и внедрить повсеместно демократическую идеологию распространить демократические принципы и процедуры принятия решений буквально на все сферы общественной жизни которые подлежат государственному регулированию и управлению и надо признать что им это зачастую удается в результате демократия как политическое мировоззрение и как технология успешно осуществляет экспансию там где это вовсе не представляется необходимым ни с точки зрения достижения общественного блага ни с позиции здравого смысла так демократически иначе говоря большинством голосов или от имени большинства очень часто улаживаются противоречия и конфликты возникающие на религиозной почве или национальные вопросы порою даже разрешаются научные споры но во всех этих сферах принцип большинства неприемлем абсолютно я глубоко убежден что если в мусульманской стране есть хотя бы один христианин равно как и наоборот если в христианской стране есть хотя бы один мусульманин то государство обязано построить ему соответственно церковь или мечеть чтобы он один мог веровать и молиться потому что его мнение его вера она так же важна как вера миллионов других людей отсюда логически следует еще один вытекает еще один недостаток еще один изъян демократии она таит себе поистине величайшую угрозу нависшую над человечеством которая собственно говоря в наши дни в значительной степени уже стала реальностью ведь победно шествуя по миру завоевав и продолжая завоевывать умы и сердца миллионов и миллионов людей демократия фактически возведенная во многих странах в ранг государственной идеологии априорно содержит в себе пагубную и опасную тенденцию общественного развития по сути дела свидетелями воплощения в жизнь которой мы сегодня являемся она оказывается одержима неуемным стремлением навязать по любому поводу и всем без исключения весьма произвольно трактуемую волю большинства или волю тех кто выступает от имени большинства и тем самым демократия обеспечивает преобладание примитивных порою низменных запросов толпы над притязаниями натур возвышенных на духовность как это не прискорбно демократия не порождает очень важную и полезную привычку уважать превосходство интеллектуальное и духовное и благодаря этому изначально заложенному в ней пороку мы почти повсеместно наблюдаем вот некое победу некое торжество бессовестности над порядочностью бездарности над талантом посредственности над неузаурядностью и так далее действительно задумайтесь политические лидеры в подавляющем большинстве случаев не являются цветом нации не являются интеллектуалами не являются совестью нации я имею ввиду политические лидеры в демократических режимах почему так происходит потому что если бы они возвышались над толпой то они бы не были поняты они бы не были избраны их бы не поддерживали иногда конечно народам везет и из народной толпы выходят великие политические лидеры но это скорее исключение из правил к недостаткам демократии можно отнести и то что в условиях этой формы правления по сути дела всегда сохраняется опасность подавления оппозиционного меньшинства при том зачастую с достаточно жесткими методами ведь как показала политика правовая практика мировая меньшинство порой оказывается в очень тяжелых условиях любые проявления оппозиционности жестко пресекаются представители оппозиции лишаются возможности участвовать реально участвовать в управлении государственными общественными делами и так далее и в этом кстати говоря нет ничего удивительного ведь несмотря на то что демократия как идеология безусловно предполагает защиту прав меньшинства как технология политического процесса она этого почти не гарантирует вот например наша российская исследовательница Нудненко пишет что гарантиями объединяющими и большинство и меньшинство в ходе принятия решений посредством демократического процесса являются признания и теми и другими таких правовых политических и нравственных ценностей демократии как свобода и права личности равенство индивидов преобладание индивидуалистического сознания исходящего из ценностного приоритета личности по отношению к коллективу и государству но это не слишком надежные гарантии они не подкреплены в достаточной степени структурно и институционально а относятся скорее к духовной сфере то есть к той сфере общественного бытия где все чрезвычайно зыбко подвижно и переменчиво конечно что касается меньшинства то оно естественным образом заинтересовано в признании названных мировоззренческих установок однако с большинством дело обстоит совершенно по-другому нет ни малейших оснований полагать что оно всегда во всех случаях будет строго придерживаться перечисленных и прочих либерально-демократических ценностей наши философы Ильин Мельвиль Федоров отмечают история знает немало случаев вроде якобинской диктатуры когда ничем не сдерживаемая воля большинства автоматически приводила к утверждению деспотизма ну добавлю что история знает и множество других фактов когда по воле большинства происходили сдвиги отнюдь не в сторону прогресса иначе говоря все зависит демократии исключительно от доброй воли победившего большинства а вернее группы лиц действующих от имени большинства более того демократия нередко выказывает удручающую нетерпимость чрезмерную агрессивность не только по отношению к оппозиции но и вообще ко всему что выходит за рамки общепризнанного и общепринятого ну естественно вы сможете возразить мне что такая ситуация пожалуй скорее всего характерна лишь для тех стран которые только-только вступили на путь демократического развития но в том-то и дело что даже зрелая развитая демократия которая казалось бы прочно укоренилась в жизнедеятельности государственно организованного социума весьма и весьма неустойчива и она постоянно дрейфует то в сторону диктатуры то в сторону ахлократии балансирует между ними и может гораздо легче и быстрее чем полагают многие трансформироваться либо в первую либо во вторую и тогда кстати говоря положение оппозиции окажется поистине ужасающим в сущности перечисления недостатков демократии можно было бы продолжить но мне кажется что и эти недостатки убедительно свидетельствуют о том что демократия и как идеология и как определенные технологии политического процесса очень и очень далека от совершенства однако хочу заметить что я вовсе не предлагаю вовсе не предлагаю опять же не хочу быть превратно понятым хочу это подчеркнуть особо я вовсе не предлагаю отказаться от демократии ведь на протяжении всей истории лучшие представители человечества боролись и продолжают бороться сегодня за утверждение за торжество идеалов демократии нередко принося в жертву даже свои собственные жизни и конечно же эти жертвы не напрасны ведь демократия если вдуматься есть наиболее рациональный способ согласования различных интересов более того есть наиболее справедливая форма государственной власти несмотря на все мной перечисленные только что ее недостатки но тем не менее я убежден что демократию демократическую форму правления можно и должно усовершенствовать вообще надо сказать что очень многим современным социально-политическим концепциям равно кстати говоря как и общественному мнению в цивилизованных странах свойственны некоторая даже довольно сильная идеализация демократии взгляд на нее исключительно через призму присущих ей достоинств и миллионы людей осознавая в принципе несовершенство демократии по целому ряду моментов тем не менее искренне не полагают что лекарством против демократии является еще большая демократия в этой связи мне опять же вспоминается высказывание Рассела Кирка уже цитированного мною который в 56 году заметил следующее отзывки как он сказал этой глупой фразы продолжают раздаваться на руинах Европы и Азии и каждая политическая система нашего века претендует на то что она самая демократичная удивительно но за истекшую половину столетия замечу я практически ничего не изменилось действительно все страны продолжают с завидным упорством говорить о том что они самые демократичные что у них самый демократичный режим но ведь совершенно очевидно что самое демократичное вовсе не означает самое лучшее самое эффективное и более того в наиболейшей степени отвечающее общественным интересам самое справедливое кроме того мне очень сомнительно что устранение пороков демократической политической системы возможно усилением ее демократических начал что преодоление кризиса демократии может быть осуществлено посредством выработки и внедрения в политическую практику новых доселе неизвестных демократических процедур форм и методов хотя я плохо себе представляю какие еще можно выдумать новые процедуры формы демократические процедуры формы и методы конечно конечно в ряде случаев такой путь нельзя исключать и тем не менее я полагаю что для решения проблемы в принципе то есть для преодоления присущих априорно присущих демократии изъянов и пороков необходимо предпринять шаги в совершенно ином направлении в этой связи я предлагаю обратиться к конституционно-правовому опыту некоторых зарубежных государств в частности конституционно-правовому опыту Италии дело в том что в основном законе Италии статьи 59 конституции Италии содержится на мой взгляд замечательное по своей значимости для эффективного функционирования государственного механизма страны положение которое гласит примерно следующее согласно этому положению президенту Итальянской Республики предоставляется право назначать пожизненно сенаторами то есть членами Верхней Палаты Парламента пять граждан не выбирать заметьте а именно назначать прославивших Родину выдающимися достижениями в социальной научной художественной и литературной областях глава государства в соответствии с данной статьей с данной конституционной нормой принимает решение единолично но при этом как явствует из текста статьи его свобода в выборе соответствующих кандидатур сильно ограничена ведь можно надеяться что назначенными членами Верхней Палаты Парламента вряд ли окажутся персонажи единственным достоинством которых является дружба знакомство или личная преданность главе государства ведь 59 статья итальянской конституции по сути обязывает президента предлагать столь ответственные посты не друзьям и единомышленникам а людям которые на деле доказали свои незаурядные интеллектуальные способности и профессионализм у населения же страны появляются все основания полагать что эти сенаторы на новом для них поприще будут принимать взвешенные мудрые решения трудиться так же добросовестно и честно то есть так как они и делали это всю свою жизнь надо сказать что аналогичные положения закреплены и применяются и в некоторых других государствах более того не только зарубежные но и наш собственный конституционно-правовой опыт свидетельствует о том что многие специализированные институты конституционного контроля у нас это конституционный суд формируются по сути дела путем назначения и кроме того к лицам входящим в состав этих структур законодательство предъявляет как правило очень жесткие требования высокий уровень квалификации длительный стаж работы по юридической специальности безупречную репутацию и так далее и тому подобное и это неудивительно ведь для вынесения решения по таким сложным вопросам как соответствие или несоответствие нормативно-правового акта конституции необходим по меньшей мере два важнейших качества высочайший профессионализм и беспристрастность то есть честность порядочность высокое нравство никому почему-то не приходит в голову выбирать судей конституционного органа конституционного контроля всем населением страны собственно говоря все вот эти вот приведенные мной примеры из мирового конституционного правового опыта собственно таких примеров можно привести еще не скажу что множество но достаточное количество все они все вот эти вот установления преследуют одну довольно благородную цель привлечь к управлению государственными делами лучших людей и как мы видим такое привлечение осуществляется далеко не демократическим путем именно потому что демократия в принципе не в состоянии полностью гарантировать участие во власти наиболее достойно то есть таким образом в мире наблюдаются робкие попытки первые несмелые шаги предпринимаемые для того чтобы избавиться от изъянов демократии посредством внедрения элементов как я уже сказал условно говоря аристократической формы правления в ее разумеется современной интерпретации однако этих шагов с моей да и не только с моей точки зрения явно недостаточно для того чтобы вылечить демократию преодолеть ее изъяны ее недостатки ее пороки оставляя в принципе естественно демократизм политических систем необходимо тем не менее провести множество таких законодательных и подобных им законодательных установлений нужно идти иначе говоря гораздо дальше то есть если бы вы меня спросили что нужно сделать для того чтобы преодолеть недостатки демократии то в самом общем виде ответ мог бы быть следующий необходимо создать разветвленную хорошо сбалансированную действенную систему мер нацеленную на обеспечение активного участия в государственном управлении наиболее достойных представителей нации речь идет о том чтобы люди которые благодаря своим талантам и трудолюбию достигли высот в той или иной области общественной жизнедеятельности те кто по общему признанию составляют цвет нации активно участвовали во власти должен заметить что теоретико-методологическим общефилософским основанием такой позиции служит идея высказанная еще в 1938 году великим русским философом Бердяевым о том что люди духа и интеллекта должны осознавать свою социальную миссию свою призванность как он писал служить делу справедливости будущее человечества настаивал он зависит от того будут ли соединены в мире движение духовное и движение социальное будет ли связано создание более справедливых и более человеческих обществ с защитой духовных ценностей с духовной свободой с достоинством человека как духовного существа а это по нашему глубокому убеждению моему и некоторых моих коллег в принципе можно осуществить только при условии одухотворения власти но одухотворение власти невозможно достичь в полной мере только путем внедрения в государственную правовую практику демократических процедур форм и методов и распространения и укоренения в сознании простых людей и правителей исключительно демократической идеологии в современных и по большей части несправедливых и бесчеловечных обществах ведь крупными политическими деятелями становятся в силу самых разных причин вы сами это прекрасно неоднократно наблюдали это и поддержка со стороны масс или поддержка со стороны сильных мира сего огромные личные состояния зачастую нажитые далеко неправедным путем обширные связи в правящих кругах в конце концов просто удачное истечение обстоятельств случай но в ряду этих причин далеко не всегда обнаруживается принадлежность к интеллектуальной и духовно-нравственной элите страны но между тем именно сегодня когда в связи с усложнением процессов социального управления многократно возникает возрастает потребность в принятии на государственном уровне ответственных и компетентных решений особенно необходима система мер которая бы гарантированно обеспечивала постоянное и значительное с точки зрения численности присутствия в стане власть имущих лиц чьих высочайших интеллектуальных и моральных качествах нам всем не приходилось бы сомневаться и система само собой разумеется должна быть закреплена на законодательном уровне и прежде всего я в этом убежден на уровне конституционного законодательства то есть конституции в конституционных законах если брать нашу страну в федеральных конституционных законах ну разумеется и в обычном текущем законодательстве так же и эта система должна иметь в качестве единственного основания участия названных лиц во власти их принадлежность как я уже сказал условно говоря к классу новой аристократии то есть классу тех кто не иначе как своим трудом и своими выдающимися достижениями творческими достижениями завоевал завоевал привилегированное положение в обществе здесь конечно я предвижу возможность довольно веского возражения которое базируется на мнении французского государств известнейшего государств прошлого Эсмена он полагал что нельзя найти достоверных признаков для выявления тех кто в обществе являются наиболее мудрыми ну следовательно и наиболее достойными лучшими и так далее проблема действительно существует кто и по каким критериям должен устанавливать интеллектуальное нравственное духовное предвосходство одних над другими проблема есть и тем не менее очевидно что это в принципе возможно ведь широкие слои населения отнюдь не лишены способности может быть не на основе или не всегда на основе рационального выбора а по наитию по некому вдохновению внушенному свыше выделять из своей среды людей умных и одаренных а что касается например интеллигенции то она в данном случае выполняет роль судей гораздо осмысленнее и успешнее ведь интеллигенция я имею ввиду конечно истинную интеллигенцию при определении своих авторитетов ошибается гораздо реже чем народ при выборе своих вождей конечно же формирование предлагаемой нами системы мер должно осуществляться не иначе как на основе серьезного взвешенного научно обоснованного подхода и коллективными усилиями и более того с учетом специальных профессиональных знаний конкретные формы способы и процедуры привлечения лучших людей к управлению государственными и общественными делами неизбежно будут варьироваться от страны к стране ибо они должны учитывать национально-культурные исторические и другие особенности обычаи народов поэтому в настоящей лекции я попытаюсь обозначить лишь отдельные контуры этой системы отдельные элементы которые системы которые призваны обеспечивающие счастье наиболее достойных личностей во власти и при этом как мне кажется выделяемые мной элементы отвечают критерию универсальности то есть они в той или иной вариации могут быть применены во всех развитых странах но одним из таких законодательных установлений вполне может быть по примеру Италии конституционное положение дающее главе государства право назначать парламент в случае двухпалатной структуры парламента в каждую из палат пожизненно или на какой-то определенный срок определенное количество лиц то есть они не должны избираться народом они должны назначаться и данное положение законодательное конституционное положение должно быть сформулировано таким образом чтобы исключить или по крайней мере свести к минимуму возможность назначения так называемых членов президентской команды основным точнее единственным критерием отбора соответствующих кандидатур должны быть их заслуги перед отечеством их личный вклад в дело преумножения материального и духовного богатства родины более того я полагаю что имеет смысл на уровне основного закона закрепить чтобы один из таких людей в обязательном порядке получал пост вице-спикера далее сегодня практически во всех развитых и многих развивающихся странах с высоких трибун государственных органов по телевидению радио в периодической печати в специальных публикациях по государствоведческой проблематике достаточно активно пропагандируется идея о необходимости широкого представительства во властных структурах самых разных меньшинств национальных молодежи женщин даже сексуальных но я полагаю что гораздо важнее чтобы во власти участвовали интеллигенты может быть предусмотреть определенную квоту для работников высшей школы для работников системы академии наук чтобы только они могли избираться и избираться из своей среды конечно это поставит интеллигенцию в привилегированное положение по отношению ко всей остальной части населения но плохо ли есть и другие меры которые можно было бы предпринять для того чтобы обеспечить участие во власти наиболее достойных лиц видите ли у человечества по-видимому нет иного выхода как следует давно сложившемуся порядку оставить зачастую недобросовестным и некомпетентным политикам возможность заниматься их профессиональной деятельностью которая заметим иногда наносит непоправильный вред странам и народам но все мы хотя бы в какой-то мере можем попытаться лишить таких политиков права решать исключительно по своему собственному усмотрению все вопросы которые затрагивают наши жизненные интересы судьбы отдельных людей и по сути дела всего мирового сообщества поскольку в государственном управлении не могут участвовать все и каждый необходимо обеспечить участие во власти лучших из нас и в этом и заключается благородная миссия конституционного права спасибо за внимание всего доброго